В жизни каждого автовладельца однажды может стать выбор Капиталить свой мотор или ставить бэушник Здравствуйте, меня зовут Яков, сегодня я дежурный по гаражу Я вам расскажу о том, как поставить контрактный мотор и не пожалеть об этом И менять сегодня двигатель мы будем на автомобиле Volkswagen Turan 2010 года Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Как давно владеете прекрасным автомобилем? 10 лет уже 10 лет, чудесно С какой бедой обратились вы в EuroAuto? Не справжите двигатель, загорелся чек-энжин, упала мощность, появились ошибки на приборной панели И какую диагностику вам делали? Ну вот обратился с диагностикой, чтобы узнать, что за ошибки высветились И в итоге в момент диагностики залезли в цилиндры эндоскопом Увидели там куски, видимо, поршня, задиры, царапины Из чего стало ясно, что мотор прям нехорошо Приговор это мотор? Да До того, как вот появилась ошибка, пропала тяга, были какие-нибудь тревожные симптомы? Да, тревожных симптомов не было, кроме как повышенного расхода масла, который начинал постепенно расти Я знаю, что мотор 1.4 очень чувствительный к топливу Каким бензином вы заправлялись? К сожалению, в 95-м Понятно Вы решили поставить контрактный мотор? Да Это осознанное решение или спонтанный выбор? Это осознанный выбор, чисто из экономических соображений, что это дешевле будет, чем восстанавливать мой А не страшно ставить кота в мешке? Ну, боязно, но я перед установкой посмотрю на этот мотор, что вы предлагаете поставить Проверим его здесь все вместе, чтобы я был уверен, что с ним все в порядке С ним будет все в порядке Сейчас давайте пройдем вместе с вами в моторный участок и посмотрим, что же за агрегат привезли из Японии Алексей, как называется та процедура, которую мы сейчас делаем? Пневматест А что она позволяет нам понять про мотор? Проверяем герметичность цилиндра И какие показания должны быть? В цилиндр подается в районе 2 кг давления и смотрится утечка Ну вот, четко В МТ по индикатору выставили и поставили планку распорядительных полов Цепь можно не менять Ну вот, видимо, хонинговка есть Клапана Тарелки просто идеальные Да Тоже особого на гора нет, цилиндр чистый Третий цилиндр Все, осмотр Камеры закончены Цилиндр в хорошем состоянии Хонинговка достаточно Как говорится, жирные Маловыработанные Масло будет держать, мотор будет ходить И можем промерить еще масляный зазор вкладыши Я слышу пульс Пациент еще жирный, да? Да, в операционном Мотор чистый Горелых масляных отложений не видно Сейчас мы будем мерить масляный зазор Между шейкой коленвала и вкладышем Для этого у нас есть Специальная мерная проволочка Пластигейдж называется Укладываем ее между шейкой и вкладышем И затягиваем Крышку Положенным моментом затяжки Теперь Откручиваем Вот у нас проволочку раздавило И специальной мерной линейкой Мы меряем зазор Зазор у нас 0,38 Положенный зазор 0,25 0,76 То есть он как раз в пределах нормы Несмотря на то, что мотор При диагностике показал себя Полностью исправным и пригодным к установке Мы автоматически меняем на нем Все уплотнения Чтобы избежать каких-либо течей При дальнейшей эксплуатации Естественно, новое масло Новая охлаждающая жидкость И те болты, которые положено менять Кроме того, замена уплотнений Это один из пунктов программы Которую нужно выполнить Чтобы получить расширенную гарантию На мотор И поверьте, это в ваших интересах Алексей, ну если коротко Какие еще нюансы нужно учитывать При сборке контрактного мотора Надо осматривать коллектора Впускные и выпускные Осматривать ролики На предмет шума, износа Приводные ремни Намывать все детали Чтобы не допустить попадания Народного тела от неисправного мотора Ну и в заключении Последний вопрос По-вашему Какова причина разрушения старого мотора Неправильная эксплуатация Низкое октановое число бензина Из-за перегрева мотора Разрушение поршня произошло Но вообще странно Там же на лючке написано 95-й допустим Или просто У нас качество топлива То есть 95-й, но низкого качества Да, низкого качества ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, данная работа – хороший повод провести внеплановую ревизию всех навесных агрегатов, патрубков, флангов и проводки. Субтитры сделал DimaTorzok Запуск мотора, что после капиталки, что после замены, всегда немножко волнительное мероприятие. Я уверен, все будет хорошо. Прям как чайчики. Ну что, Сергей, я видел, что вы сейчас вносили в кассу немаленькую сумму. Какие чувства вас сейчас обуревают? Это было больно, с одной стороны. С другой, я понимаю, что если бы я затеял капитальный ремонт, это было бы дороже и дольше. И дольше? И дольше, да. Не жалеете ли вы, не опасаетесь ли за мотор, который вы поставили? Он все-таки пушный? Ну, конечно, сомнения были. Но до того момента, пока я не увидел своими глазами его состояние, пока мы не сделали тесты, это как бы убедило в правильности выбора. Отлично. Ну и последний вопрос. На каком бензине планируете эксплуатировать новый мотор? На 98-м. Тогда у меня для вас есть вот. Машина готова. Рекомендации вам даны. Ждем вас через 2000 на контрольный осмотр и замену масла. Счастливого пути. Надеюсь, я смог вас убедить, что контрактный мотор это не только выгодно, но и надежно. С вами был Яков, дежурный по гаражу. И сегодня я дежурил на Блюхера 2. Продолжение следует...